Добрый день! Меня зовут Светлана Комиссарова. Мы с вами в студии Духи РФ. И сегодня мы здесь для того, чтобы поговорить об одном из юбиляров 2021 года в восхитительном аромате абонита. Аромат абонита считается главным бестселлером марки французской Molinar. Molinar – историческая марка, существует с середины 19-го столетия, однако именно с созданием композиции абонита связана настоящая мировая слава этой марки. 1921 год, который многим памятен тем, что, во-первых, номер 5 именно в этот год была создана маркой Шанель, во-вторых, у Коти в этот же год выходит легендарный аромат Эмирод изумруд. И вообще 20-е годы – это было время, когда, с одной стороны, в большой парфюмерии, все в общем, по-настоящему только начиналось, но, с другой стороны, конкурентная среда была достаточно плотной, и конкуренция была достаточно жесткой. И вот 1921 год у исторической грасской марки Molinar возникает идея создать ароматизатор для сигарет. Над ним работает Анри Беннар, незадолго до этого пришедший в марку Molinar и впоследствии ставший членом семьи. И сегодня как раз маркой занимается династия, когда-то Анри Беннаром основана, или Ружбеннары. Вот, и именно этот очень талантливый молодой химик, пришедший в 1913 году в марку, в 1921 году, и создает вот эту композицию, которую сейчас мы бы назвали таким, ну, в общем, словом не очень приятным – «отдушка». Вообще я очень не люблю это слово, потому что в нем есть какая-то такая непрезентабельность. Но на самом-то деле вот этот ароматизатор для сигарет оказался таким восхитительно прекрасным, что к 1924 году его выпустили просто как настоящие духи. И поэтому в истории вообще марки и в истории конкретно аромата абонита наблюдается вот этот разброд и шатание. С одной стороны, 21-й год упоминается как время рождения, с другой стороны, 24-й, и то, и другое справедливо, просто вот в силу вот таким образом развивавшейся ситуации. Ну, так или иначе, с 24-го года аромат абонита, который мы сегодня с вами знаем в новом вот в таком оформлении, живет и покоряет сердца и носы любителей парфюмерии. В нынешнем году юбилей вот этот был отмечен выпуском аромата в новом оформлении. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что есть нюансы и в альфа-активном характере тоже. Я могу ошибаться, но у меня такое представление. Вообще, абонита за время своего существования, разумеется, пережила несколько менее и более серьезных реформулировок. Скажу вам откровенно, я не так уж давно знакома с этой композицией, ну, то есть как, все относительно, конечно, но я впервые о ней узнала от Жан-Пьера Ле Ружбинара, в тот момент руководителя марки, отца нынешнего генерального директора, когда он в начале 2000-х годов посещал Москву, потому что там решался вопрос с дистрибьюторством у этой марки. В общем, она искала себя на нашем рынке, и непосредственно вот так вот из первых рук, что ли, я получила в подарок этот флакон и вообще начала знакомиться с историей аромата и с историей, собственно, марки, потому что не сделать этого было нельзя, я была потрясена просто до глубины души. Вы можете упрекнуть меня в том, что я, как человек, занимающийся парфюмерией, только где-то в начале 2000-х познакомилась с этим ароматом, создан еще в 1921 году, но вот так, так случилось. Но, тем не менее, уже вот 20 лет с тех пор прошло практически, и нисколько моей любви не уменьшилось. Как говорил Шекспир, любовь не знает убыли и тлена, если это любовь на самом деле. Чем мне представляется она так хороша, эта композиция? Конечно же, в ней, у меня есть и сейчас уже в коллекции и винтажные экземпляры, и есть вот как раз экземпляры того самого десятилетия, двухтысячных годов, есть, конечно, и современная версия, и могу сказать, что каждая из них хороша по-своему. Возможно, это прозвучит такой банальностью, я не раз уже эту мысль повторяла, но я абсолютно убеждена, что то, что когда-то очень-очень хорошо сделано, фатально испортить невозможно, даже если вносятся какие-то коррективы, а это необходимо, вы понимаете, к этому есть основания самые разные, и это данность уже сейчас, что мы имеем дело с реформулировками. Вот, тем не менее, то, что очень хорошо когда-то сделано и придумано, это сказывается при любой переделке. Вот, сказывается в хорошем смысле этого слова. Как раз именно это можно сказать и об абоните. Ну, для начала, ну, вы наверняка знаете, что чаще всего абониту, эту маленькую гаванну, чаще всего называют духами, которые сделаны для курящих женщин, духами, которые идут как сопровождение к сигарете. В общем-то, это все и так, и не так, можно по-разному на это смотреть. Мне, как человеку, который никогда в жизни не курил, вот эта часть обаяния этого аромата совершенно незнакома. Я-то считаю, что он прекрасен прежде всего тем, что дает нам представление о смелости и о характере женщин, живших в 20-х годах 20-го столетия. С другой стороны, дает нам возможность перекинуть мостик от тех образов, от образов 20-х годов к сегодняшнему дню, потому что и сегодня абонит – это чрезвычайно популярный аромат. И я думаю, что если такую статистику проводить, то из 10 человек, из 10 любителей парфюмерии, которые знакомятся вдруг с этим ароматом, уж 8 точно становятся его поклонниками. Вот это мои личные наблюдения такие. Действительно, аромат непростой. По характеру своему он восточный. Но это такой восток, вы знаете, в котором и экзотика присутствует. Недаром же эта маленькая Гаванна, да, все-таки Куба всегда ассоциируется у нас не просто с кубинскими сигарами, а ассоциируется у нас, конечно же, с такой экзотичностью, с солнцем, с фруктами, нагретыми этим самым солнцем, с океанским дыханием, с характером, с характером, в котором много латинского. То есть все-все вот это вместе каким-то образом Анри Бинар, автор этой композиции, исторический автор этой композиции, вместил вот в этот флакон. Кстати, о флаконе. И сегодня мы видим в оформлении юбиляра и в черном варианте, и в красном варианте мы видим все те же вот барельефы водных нимф, которые в том числе характеризуют этот аромат тоже. А между тем, флакон с этими самыми водными нимфами, вообще-то, стекольщиками лолик, был сделан только в 1929 году. И первоначально вообще-то этот флакон предназначался для другого аромата марки Молинар, который назывался Золотые берега, но впоследствии стал ассоциироваться исключительно с абонитой как с самым популярным ароматом марки Молинар. Вот эти водные нимфы, которые навсегда поселились на флаконе, они в том числе очень, конечно, привлекают и коллекционеров, причем был вариант. Вот сейчас это такой сложный материал, такое какое-то стекло, даже не могу сказать, вот матовость такая, очень интересная. А когда-то это был просто флакон, сделанный из стекла, совсем другой конфигурации, но на нем тоже присутствовали эти самые водяные нимфы, здорово придуманный лоликом. Мы как-то с вами уже обсуждали, что когда этот флакон создавался, то была достигнута договоренность между маркой Лолик и маркой Молинар о том, что сколько бы ни издавались, сколько бы ни издавались ароматы в этом флаконе, на упаковке, на коробочке всегда будет указано, что дизайн флакона создан Лолик. И это долгие-долгие годы соблюдалось и соблюдается, что, конечно, очень здорово, потому что это соединение двух таких замечательных имен французского люкса, французской нишевости, что ли, имени Лолик и имени Молинар. В любом случае, композиция, которая с нами сто лет уже, доказала свою исключительность. И если репутация великого аромата, репутация великой композиции сохраняется на протяжении столького времени, мы абсолютно можем быть уверены в том, что это не случайно и что это заслужено. Вообще репутация великих никогда не дается духам незаслуженно. К этому всегда есть основания. Любить или не любить тот или иной аромат, это решение всегда остается за вами, и это вопрос, конечно, эмоций личных, абсолютно персональных, но то, что отдать должное этому аромату мы должны были, и то, что мы это сделали, это, на мой взгляд, очень логично. Мы поговорили об Абоните. Если кто-то из вас с этим ароматом не знаком, то еще чуть-чуть у вас осталось времени в юбилейный год, чтобы познакомиться, и это будет тоже очень здорово. Знакомство в любом случае будет интересным, а если вы станете поклонником этого аромата, я буду только рада. На сегодня это все. С вами была Светлана Комиссарова. До следующих встреч! Субтитры подогнал «Симон»